По каким критериям определяются участки дорог для ремонта? И как дорожники узнают, где их помощь сейчас нужнее? Ответы на эти вопросы в нашем следующем сюжете. Участок автодороги Чебоксара-Сурская. За день через него проезжают тысячи автомобилей. По обе стороны дороги стандартные столбы электропередач. Один из них не совсем простой. Если приглядеться, можно заметить на вышке камеру наружного наблюдения. Нет, она не фиксирует нарушения ПДД. Ее функция гораздо обширней. Дорожный датчик позволяет измерить состояние и температуру дорожного полотна. И узнать толщину водяной или ледяной пленки. Полученные данные анализируются уже здесь, в диспетчерском центре Чувашо-Пордора. Пасы дорожного контроля у нас расположены по территории всех республик. Они расположены на шесть республиканских дорогах равномерно. Так, чтобы можно было идентифицировать состояние этих дорог по районам на каждом участке. Представлять все эти данные подрядчику для того, чтобы они своевременно следили за содержанием дорог. Таким образом, при помощи постов дорожного контроля, можно не только оценивать качество дорог, но и контролировать работу подрядчиков. В роли небезразличного наблюдателя может выступить и любой участник дорожного движения. Не надо просто проезжать и ругаться, надо сообщать нам. Зимой звонят по образованию скользкости на дорогах. Они сразу говорят, где и что образовалось. Мы сообщаем об этом подрядчику, и подрядчик выезжает на это место и, в принципе, устраняет все эти недостатки. Диспетчерский центр тесно взаимодействует с гидрометеоцентром республики. Учитывая рекомендации этих двух служб и составляется план дорожных работ. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика.